Здравствуйте! В эфире программа «Диалог». Сегодня с нашим гостем будем говорить о работе Гомерского областного управления МЧС. Присоединяйтесь! Начальник Гомерского областного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Сергей Анатольевич Дичковский родился в 1974 году в Гомеле. В 1997 году окончил Гомельский политехнический институт имени Павла Сухого. В 2006 году Гомельский инженерный институт МЧС Республики Беларусь. Трудовую деятельность начинал в инспекции Государственного пожарного надзора отряда военизированной пожарной службы Советского района города Гомеля. Работал в подразделениях Государственного пожарного надзора Гомельского городского отдела по чрезвычайным ситуациям и областного управления. В 2007 году назначен заместителем начальника по тылу Гомельского городского отдела по чрезвычайным ситуациям. В 2016 возглавил городской отдел. В нынешней должности с 2018 года. На вопросы, которые касаются деятельности областного управления МЧС, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 8023-2340-043. Свои сообщения вы также можете отправить в Вайбер номер 8029-340-043-3. Здравствуйте, Сергей Анатольевич. Здравствуйте, Ольга. В начале нашей программы предлагаю посмотреть короткий анонс событий наступившей недели. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На 24 декабря запланировано вручение премии Гомельского облсполкома учащимся, добившимся высоких результатов в интеллектуальной и общественной деятельности. В церемонии примут участие 49 представителей учреждений общего среднего, профессионально-технического и среднего специального образования региона. Радужская средняя школа имени Батракова в Ветковском районе откроется после реконструкции 24 декабря. Учреждение полностью обновлено. На первом этаже здания разместятся кабинеты для начальных классов, спальни для первоклассников, медицинский кабинет. На втором этаже будут учиться средние классы. Здесь также откроется актовый зал и учительская, которых до этого не было в школе. 25 декабря католики отмечают один из важнейших христианских праздников – Рождество Христово. В Беларуси этот день, так же как и православное Рождество, является государственным праздником. И это неудивительно, ведь по данным католической церкви в Беларуси, к ней относятся около 15% верующего населения страны. Эти и другие новости смотрите на «Беларусь-4 Гомель». Ну а прямо сейчас мы будем говорить о пожарной безопасности. Сергей Анатольевич, работа спасателей, она простой, не бывает никогда. А зимние праздники – это всегда такой период особого риска. Что нужно сделать для того, чтобы новогодняя ночь не прошла в буквальном смысле с огоньком? По-настоящему сейчас уже, наверное, все люди украсили свои квартиры и дома новогодними украшениями, елками, гирляндами. И, конечно же, в преддверии вот этих всех новогодних праздников, рождественских и, конечно же, каникул, которые будут у нас участвовать в учреждениях образования, проводится сейчас республиканская акция «Безопасный Новый год». Конечно же, инициатором ее являлось Министерство по чрезвычайным ситуациям и при поддержке всех заинтересованных местных органов власти. Скажу, что, наверное, вещи тривиальные по украшению собственных домов новогодними игрушками и елками. Назову, наверное, некоторые моменты, на которые нужно обратить внимание в очередной раз. Это установить нужную елку на основании, которые, будем говорить, стоят прочные на полу, чтобы ветки не касались, будем говорить, стен, потолка. Гирлянды, чтобы были все сертифицированные, покупались и приобретались, естественно, в магазинах. Потому что, наверное, то, что сейчас свое многообразие украшений на рынке, иногда бывает несоответствующего качества. Наверное, остановиться можно на том, что запрещено использовать для украшения свечи, хлопушки, изделия из ваты. И, наверное, уже много раз и наше министерство, и Гомельское областное управление останавливались на элементарных правилах пожарной безопасности, которые люди иногда пренебрегают. И если же, конечно, произошло возгорание, хочу напомнить, что необходимо незамедлительно выключить электрогирлянды из розетки. И сразу же вызвать номер, по номеру 101, вызвать пожарную службу. Для того, чтобы попытаться как-то, будем говорить, предотвратить возгорание елки или, собственно, жилища, елку необходимо повалить и накрыть каким-нибудь одеялом, для того, чтобы прекратить доступ кислорода именно к елке. Конечно же, если елка живая, ее необходимо залить водой, как я уже сказал, предварительно выключить электрогирлянды. Но если она искусственная и она горит, то токсичные, конечно же, живут эти все. Тым может быстро заполонить квартиру и желательно, конечно, покинуть помещение и встречать уже подразделения, МЧС, для того, чтобы они локализовали эту чрезвычайную ситуацию, если она произойдет. Горящую елку я наблюдала своими глазами, установленную на площади Победы в один из новогодних праздников. Зрелище жуткое, горит искусственная елка очень быстро. То есть это вопрос нескольких минут и страшный черный дым, конечно же, ядовитый, очень опасный. Насколько часто случаи возгорания происходят, фиксируются в Гомельской области? То есть это скорее редкое исключение или тут действительно есть о чем подумать, приобретая искусственную елку? Вот как раз про случай, который вы сейчас анонсировали. Это был единственный случай. Надеюсь, я его не анонсировала, а просто так вспомнила, да? Потому что никаких подобных анонсов нам не нужно, конечно. Это был единственный год, когда у нас произошли возгорания елки. И, как правило, вот это все происходит, опять же, от беспечности людей. Использование гирлянд, использование фейерверка в непосредственной близости возле искусственных елок, конечно, и приводит к таким чрезвычайным ситуациям. Но в данном случае, скажем, что касается использования огней вообще в общественных местах, в местах с массовым пребыванием людей, то это запрещено. И, конечно же, нашим телезрителям хотелось бы напомнить о том, что использовать можно, ну, максимум, наверное, это хлопушку в доме, да? Или бенгальский огонь, да? Но все это должно быть, конечно же, под присмотром обязательно взрослых, далеко от легковоспламеняющихся предметов. Ну, а лучше, конечно, это все делать на улице. Лучше на улице, да. Да, ну и даже в таком случае никто ни от чего не застрахован. Сколько несчастных случаев произошло вот только за прошлые праздники, вот за прошлый год в результате использования пиротехники? В прошлом году, значит, за период празднования новогодних праздников, корпоративов, значит, произошло 34 случая, где люди были травмированы, из них 11 детей. Слава Богу, все остались живы и здоровы, но без помощи учреждения здравоохранения, конечно же, здесь не обошлось. Но праздник был хорошо испорчен. Вот, а что является причиной этих несчастных случаев? Что происходит? Основной причиной несчастных случаев или трагедии, которые происходят в эти новогодние праздники, это беспечность наших граждан, которые не соблюдают элементарные требования безопасности, в том числе и пожарной безопасности, в том числе пренебрегают жизнью собственных детей и, конечно же, жилищ, в которых они, будем говорить, находится их семья. Очень много случаев, когда люди покупают петарды, не сертифицированные, не в специализированных магазинах, хлопушки, фейерверки. Наверное, об этом уже много раз говорилось, но в очередной раз хочется напомнить, что приобретать продукцию нужно в специализированных магазинах, чтобы она была сертифицирована. Инструкция о мерах пожарной безопасности и применении была на русском или белорусском языке. Значит, осмотреть на то, чтобы не было внешних повреждений, как, в принципе, петард, хлопушек, точно так же и гирлянд. То есть все эти вещи, наверное, в преддверии новогодних праздников, но на них внимания не обращают, хотя о них много говорится. Сергей Анатольевич, ну это что конкретно людей подводит, когда в итоге их новогодние праздники заканчиваются для них в палате больницы, когда проблемы с руками, глазами, ожогами и тому подобное. Никто ведь не думает, что это что-то сложное, запустить салют, фейерверк или петарду взорвать, а заканчивается почему-то все вот так вот печально. Что конкретно происходит на конкретных примерах? На конкретных примерах можно сказать, что приобретая пиротехническое изделие, мы можем его неправильно хранить. Можем положить на балконе, то есть оно отсыревает. Или можем положить, наоборот, непосредственные близости возле отопительных приборов, когда может произойти, будем говорить, самовоспламенение. И используя через какой-то период это изделие пиротехническое, может оно погаснуть, если оно было отсыревшее. Люди, будем говорить, не выжидая какого-то периода времени, просто подходят и начинают брать в руки для того, чтобы посмотреть или повторить, опять будем говорить, запал. Либо пренебрегая мерами безопасности, держат в руках до последнего, чтобы, будем говорить, более эффективно получилась вот эта вспышка. Как раз она более эффективно и получается, но заканчивается все это учреждение здравоохранения. Да, и 30 человек себе выходные испортили таким образом. Будете ли вы приобретать пиротехнику? Как вы к этому относитесь? Если такие вопросы, наши корреспонденты задавали людям на улицах города Гомеля. Время для наших вопросов. Мне они очень не нравятся. И зачем их вообще разрешают? Они же вокруг елки стреляют и стреляют. Я помню, пришла, не могла возле елки пройти из-за этих петард. Я не использую, я не считаю это нужным. Это опасно и детям опасно. Я не считаю нужным их использовать для чего? Но именно петарды? Ну зачем? Эти пуколки, хлопушки просто. Ну это, во-первых, засыряет экологию. Во-вторых, это не нужно бесполезно. Лучше купить что-нибудь, поесть на самом деле к столу, к Новому году. Я никогда в жизни. Почему? Ну потому что это калечит людей. Я так считаю. Законопослушные граждане должны это понять. И детям своим объяснить, и всем подряд. Я против этого. Исключительно против. Это очень опасно. Трёма очень-то опасно. Может руки оторвать? Нет, я не использую. Кому нравится, пускай используют. Как вы считаете, какое удовольствие от этого можно получить? Адреналин? Адреналин. К моему мнению, это ничего не даёт. Лишние отраты денег. Потому что, что дают нам петарды? Просто шум. Ну фейерверки, да, красиво на фейерверки. Можно посмотреть и на праздники города. И зачем на это тратить деньги, я не понимаю. И тем не менее, взрывы, петард и салютов – это неизменный спутник каждого Нового года. Каждый праздник мы это вечерами слышим за окнами. И хорошо, если потом не крики и не плачь. Если коротко, Сергей Анатольевич, напомните, пожалуйста, где покупаем, с какого возраста разрешено приобретать пиротехнику, и как её можно использовать, где. Я так предполагаю, что не в местах, не во дворах, не в местах, где находятся люди и не возле праздничной ёлки. В очередной раз, наверное, напомню нашим телезрителям о том, что приобретать пиротехнические изделия необходимо в специализированных магазинах, где обязательно вам должны предоставить инструкцию о мерах пожарной безопасности и, конечно же, сертификаты соответствия того или иного изделия. Использовать данные петарды, фейерверки, салюты необходимо в 40 метрах от зданий. Лучше, конечно, в чистом поле. В безветренную погоду. Это идеальные условия, это мало кто так встречает Новый год в чистом поле. Если есть линия электропередач, то также не ближе 30 метров от линии электропередач. И, конечно же, это не нужно делать с собственного балкона, в частном секторе, где, будем говорить, непосредственно большая загрузка горючая. И, естественно, это не должны делать дети без присмотра родителей. Вообще детям в этих же инструкциях о мерах пожарной безопасности указано, с какого возраста можно использовать то или иное пиротехническое изделие. И чтобы не омрачить, конечно же, праздники, нашим министерством по чрезвычайным ситуациям, как я уже сказал, «Безопасный Новый год» – это акция, которая направлена на то, что наши работники инспекции Государственного пожарного надзора во всех учреждениях образования, здравоохранения в очередной раз напоминают о мерах пожарной безопасности в период проведения новогодних праздников. Ну, во всех учреждениях образования, во время утренников, то, как украшены помещения, то, насколько... Ведь много же детей собирается, иногда не одна сотня. Насколько правильно расположены какие-то аварийные выходы? Насколько можно провести эвакуацию, не дай бог, если что? Вы ведь это тоже контролируете сейчас? На сегодняшний день уже обследованы все объекты с массовым пребыванием людей, где будут проходить утренники, новогодние вечера, новогодние корпоративы. И, будем говорить, наши инспекторы Государственного пожарного надзора добиваются непосредственно при них, чтобы устранялись все нарушения, которые были выявлены. И места проведения массовых мероприятий обязательно находятся под контролем наших сотрудников в период их проведения. Да, хотелось бы, чтобы Новый год был безопасным, был счастливым, кроме радости, никаких хлопот. Есть у нас вопрос на Вайбере относительно Петард. Сыну 14 лет очень ждет новогодние праздники, в том числе и ради взрывания Петард. Я против такой практики, но готова пойти на компромисс. Скажите, если родители находятся рядом, то ребенка не привлекут к ответственности за Петарды? Мамочка волнуется. Мамочка готова взрывать вместе с отроком 14-летним Петарды. В таком случае все в порядке, да? Ну, как мы уже сказали, что если 14-летний ребенок в присутствии родителей не будет кидать, конечно же, эти Петарды под ноги людям, да, или не будет как-то нарушать спокойствие граждан, которые находятся вокруг него, то, естественно, нужно опять же вернуться к инструкции о мерах пожарной безопасности. И если разрешено в этой инструкции пользоваться ребенку 14-летнему, значит, в присутствии матери, пожалуйста, он может это делать. А вот мне почему-то кажется, что именно с этой целью они и применяются. Чтобы это именно было в толпе, под ноги, чтобы вызвать какие-то эмоции, потому что иначе в чем радость, ну, непонятно. Мы проводим рейды сейчас с сотрудниками отдела внутренних дел всех районов нашей Гомельской области и выявляем, чтобы, ну, как бы эти Петарды не продавались из-под полы, где-то на рынках, будем говорить, частными людьми. Да, несовершеннолетним, конечно же, потому что, ну, кому старше 14-ти они вообще, и для чего нужны, ну, мне сложно понять. Сергей Анатольевич, год завершается. С точки зрения пожарной безопасности в регионе, каким он стал? Насколько благоприятным или нет? Несмотря на многогранную проводимую работу всеми заинтересованными субъектами-профилактиками, всеми заинтересованными, будем говорить, органами государственных управлений, на сегодняшний день мы ситуацию стабилизировать в Гомеле смогли, ну, только благодаря, будем говорить, большому напору, да, атаки информационной, которая проводится сейчас в листвах массовой информации. И последние месяцы дают результаты в том плане, что снижен уровень по сравнению с прошлым годом, количество пожаров. Но в целом, в целом, у нас по области увеличено количество пожаров, значит, основными причинами которого явились, конечно же, неосторожные обращения с огнем. Второй причиной является нарушение правил эксплуатации электрооборудования, электроприборов. Не последнее место здесь занимают и поджоги. В Гомельской области... Мышлены? Ну, поджог, он сам по себе подразумевает, что это область. Да, то есть не может быть... У нас произошло 133 поджога в этом уже году. И очень много вопросов, когда люди, пренебрегая собственной безопасностью, наверное, курят непосредственно в своих жилых помещениях, почему и происходят пожары. И, конечно же, у нас произошло 60 случаев травмирования людей. Случаи произошли непосредственно при самостоятельном тушении пожаров и при выжигании сухой растительности. Сухая растительность в этом году, конечно, у нас очень... Да, очень жарко было весна, лето, и, конечно, да. Таких случаев тоже, соответственно, было много. Сергей Анатольевич, что подразумевается, когда говорите неосторожное обращение с огнем? Это что? Ну, не маленькие же детки, да, то есть чтобы что-то делать с огнем. Какие ошибки совершают люди, что может потом привести к плачевным последствиям? Значит, один из вопросов неосторожного обращения с огнем, точнее, не вопросов, а, наверное, уже фактов, да, свершившихся, это разжигание печного отопления легковоспламеняющимися или горючими жидкостями. То есть непосредственно человек упрощает себе задачу, но, значит, получают ожоги и, как правило, возгорание в собственных жилищах. Второй аспект – это, опять же, запуск петард пиротехнических изделий. Третий аспект – это пренебрежение, будем говорить, газовым оборудованием, да, когда происходит трагедия, когда на человеке загорается, ну, будем говорить, одежда. И, вы знаете, вот таких примеров, наверное, можно приводить много. У нас в жизни, наверное, спасателей и целом Министерства по чрезвычайной ситуации радостные моменты бывают только, вот, когда это праздники или поздравления детей. А так мы всегда сталкиваемся как раз с человеческой беспечностью и трагедией. Так очень жаль, когда, вроде бы, совершенная глупость приводит к трагедии. Люди теряют близких, теряют свое имущество, теряют здоровье. То есть последствия страшнее, чем от пожара. Ну, наверное, ни от чего нет. А привести к этому может совершеннейшая, абсолютная глупость, беспечность, незатушенная сигарета. Что нужно сделать с сигаретой для того, чтобы вот произошел пожар в квартире? То есть просто бросить ее на пол, бросить ее куда? На ковер? Я расскажу, что про сигареты. Наверное, сейчас ее можно никуда не бросать. Она просто тлеет в любом месте. Непотушенная просто, да? Совершенно правильно. Очень много случаев, когда люди засыпают сигаретами. Конечно же, в состоянии алкогольного опьянения. Очень много случаев, когда люди бросают, значит, непотушенные сигареты в мусорные ведра, которые стоят у них же на кухне. То есть пренебрежение собственной безопасностью и то, что люди допускают курение в жилищах, ну, это, наверное, вообще кощунство. И очень много случаев, когда непотушенные сигареты залетают с балкона. О, да. Да, вы знаете, наверное, у нас в Гомельской области в этом году было, по-моему, 14 таких случаев. И по каждому, конечно, случаю разбираемся, проводим информационную, разъяснительную работу. А реально привлечь к ответственности человека вот за такой звездопад с балкона? Привлечь. Это, конечно же, реально, но мы должны быть убеждены, что это является непосредственный субъект, который... Установить сложно. Конечно. Да, но тоже, ну, архиопасная вещь. Запуская его по ветру и думая, куда же он приземлиться на соседний балкон или кому-то на голову, ну, крайне, конечно, неприятная вещь. Продолжим наш разговор, а сейчас предлагаю посмотреть сюжет. Гомель, улица Головацкого, 96, приемно-заготовительный пункт. К его открытию здесь уже собрались несколько человек, относящихся к так называемой группе риска. Нигде не работающих, часто злоупотребляющих спиртными напитками. Основной источник получения денег – сборы, сдачи макулатуры, стеклянных бутылок, металлолома. Хотя иногда в пункты сдачи это добро не попадает. Собранное в достаточно больших количествах такое сырье, как бумага и ветошь, представляет реальную пожарную опасность. Непотушенная сигарета или небрежно брошенная спичка могут привести к непоправимой трагедии. В связи с этим в текущем году на данную категорию решили обратить пристальное внимание сотрудники МЧС. Акцент сделан на тех людей, которые ведут асоциальный образ жизни, собирают макулатуру и так далее, потому что зачастую они хранят в местах общего пользования, подвалы и тому подобное. Поэтому мы решили отрабатывать по утрам места заготовки в турсырья, где мы проводим тематические беседы. Хотя только беседами акция не ограничивается. Кадры кинофильма, снятого специально для этой акции, мало кого оставляют равнодушными. В широком показе этот фильм увидеть нельзя. Не каждый сможет смотреть на жертвы реальных пожаров. Кстати, только в этом году из-за неосторожного обращения с огнем в Гомельской области зарегистрировано более трехсот восьмидесяти возгораний. Среди семидесяти погибших 21 пенсионер и 22 безработных. Ну, я в реальной не видел, но по телевизору видел. Ну, я в основном железо собираю, макулатуру я не беру. А железо что, сховал, сдал и все. А макулатуру я не хаваю. Поджог ветоши в специальном приспособлении – имитация пожара, который не так уже редко случается на самом деле. Причем задача этого профилактического действия не только показать, но и напомнить, что нужно делать в такой ситуации. Как пользоваться пожаротушителем участники акции не сразу, но все-таки вспоминают. И хотя в реальной ситуации рядом его может не оказаться, однако напомнить следует в любом случае. В конце концов, учебное тушение – только один из элементов профилактического мероприятия. Совсем не исключено, что когда-то все увиденное и услышанное поможет спасти чьи-то жизни. На базах школ, на базах учреждений образования, инструктажи на работах всегда включают эти вопросы правила пользования первичными средствами пожаротушения. Ну, вследствие того, что контингент, с которым мы сегодня работаем, которому посвящена эта работа, в какой-то период времени не работал, забыл, где-то относился беспечно, эти правила забыты, эти навыки утеряны. Вот именно для этого проводится такое мероприятие, чтобы лишний раз вспомнить, поговорить, рассказать, вручить памятки, ну и, естественно, показать фильм с примерами случаев, где люди забыли об этих правилах, во время не сориентировались, неправильно себя повели в случае пожара, либо, ну, не применили средства пожаротушения. Вы смотрите «Диалог» начальник Гомельского областного управления МЧС Сергей Дичковский сегодня у нас в гостях. Сергей Анатольевич, на Ваш взгляд, какой способ профилактической работы является наиболее эффективным? Что лучше доходит? Наверное, остановиться на одном из каких способов профилактической работы я не смогу, но то, что мы в целом и Министерство по чрезвычайным ситуациям, и все субъекты профилактики, заинтересованные в данной работе, сейчас, ну, скажем, современным способом, креативим, да, делаем все возможное и невозможное для того, чтобы достучаться до людей. Сегодня у нас в целом по области проходят акции, значит, которые, я сказал, республиканские. Мы стараемся дойти, ну, буквально до каждого человека, особенно социально незащищенного. Делаем сейчас спектакли, театрализованные постановки, буквально средства массовой информации и телевидения, и радио. Пытаемся в очередной раз напомнить о профилактических мероприятиях, направленных на безопасность жизнедеятельности наших граждан. Скажу, что какой-то один способ наиболее действенный, наверное, нет. Самый действенный способ – это когда уже произошла трагедия, пока вот соседи, люди это все видят, и, наверное, это немножко цепляет. Да, вот для этого двора, наверное, сразу очень многие приоритеты становятся понятны, и сразу людям ясно, что делать. Есть, кстати, вопрос у нас такой на Вайбере, и я планировала обсудить. Как вы отмечаете работу комиссии в жилье, наблюдательной комиссии, я так предполагаю, смотровые имеется в виду, что было сделано и какой результат? В течение года комиссии в составе в том числе и представители МЧС обследовали дома и частный сектор, и многоквартирный. Так как вы оцениваете? Есть уже результат их работы? Оценить может, наверное, то самое количество пожаров, которые мы можем на сегодняшний день сравнить с тем, будем говорить, с 2011 годом, когда началась эта работа. По инициативе губернатора Гомельской области эта работа была налажена, и все заинтересованные субъекты профилактики, к которым относятся отделы здравоохранения, отделы образования, отделы внутренних дел, центры социального обслуживания населения, Горгаз, Горгаз, Энергонадзор, конечно же, подразделения МЧС, все направлено на то, чтобы снизить в тот период количество пожаров. На сегодняшний день это количество пожаров снижено практически в пять раз. То есть это, наверное, и есть самая большая оценка, которую можно нам поставить, и это, наверное, не пафосно. Но в год у нас получается смотровыми комиссиями обследуется порядком 156 тысяч домовладений граждан. 100% обследование многодетных семей, обследуются инвалиды первой и второй нерабочих групп, обследуются граждане социально незащищенные, такие как пенсионеры, одинокие, одиноко проживающие. И на сегодняшний день государством, будем говорить, очень внимание уделяется и по государственным программам. Одна из них – социальная защита, содействие и занятости населения и здоровье народа, демографическая безопасность, которая была принята на пять лет. Здесь смотровыми комиссиями рекомендуется и, конечно же, оказывается помощь гражданам социально незащищенным в ремонте электрооборудования, печного отопления и, как уже вы, наверное, много раз слышали, точнее, приобретение и установка автономных пожарных извещателей. Насколько вот сейчас наличие автономных пожарных извещателей – это рекомендуемая мера или это мера обязательная, если в доме есть дети? Значит, про автономные пожарные извещатели, наверное, мы уже тоже много раз говорили. Скажу, что все новостроящиеся объекты, вводимые в эксплуатацию, жилые дома – это является мерой обязательной. То есть уже сейчас в каждом жилом помещении, то есть трехкомнатная квартира, значит, мы понимаем, что это три автономных пожарных извещателя, установленного в жилище. Это обязательная мера при приемке в эксплуатацию объектов. Рекомендуем мы, конечно же, устанавливать автономные пожарные извещатели во вторичном жилье, да, или где находятся дети, как бы, опять же, не социально защищенные граждане, престарелые, очень настойчиво. Потому что, ну, на сегодняшний день, когда научно-технический прогресс движется во всем, да, у нас у телевизора не ламповые, а все уже плоские, да, или уже у нас есть, будем говорить, панели, СВЧ, печи, то есть мы идем в ногу со временем. Поэтому автономный пожарный извещатель, наверное, тот самый элемент, ну, который сейчас уже, ну, будем говорить, признаком, ну, какого-то, наверное, отставания, если у человека нет в квартире этого извещателя. А, то есть у вас нет пожарного извещателя, что-то, что-то с вами не так, недостаточно вы культурный и образованный человек, значит. Я думаю, что так. Ну, в какой-то степени согласна, конечно, с вами. Пожарный извещатель реально может спасти жизнь? В этом году только в Гомельской области автономный пожарный извещатель спасли 17 жизней. То есть люди, услышав сразу высокочастотный звук, который, значит, попадает туда дым в коробку автономного пожарного извещателя, люди покидают. Можно привести ряд примеров. Наверное, я не хочу на них останавливаться, потому что все-таки это гомельчане и как-то озвучивают, но такие случаи есть, когда люди, будем говорить, даже находятся на улице, происходит задымление помещения, и они в первоочередных моментах, когда происходит возгорание в квартире, могут потушить пожар и предотвратить, будем говорить, уничтожение жилища. И также по области были случаи, когда уже ночью люди просыпаются от сработанного автономного пожарного извещателя, выходят на улицу, а кровля дома уже буквально вся в огне, потому что дым поднимается вверх, огонь горит, а люди как раз находятся в помещении и спят. Автономный пожарный извещатель срабатывает, и люди остаются живы. А это и есть конечная цель. Дважды в этом году проходила масштабная профилактическая акция под названием «Единый день безопасности». Но даже не один день, а десять дней в каждом районе в городе Гомеля проходили акции масштабные с эвакуацией персонала предприятий или учреждений образования или студентов из общежития с отработкой действий в конкретной чрезвычайной ситуации. Скажите, какие выводы были сделаны? Кому предстоит работа над ошибками или в целом вы довольны тем, как? В каком состоянии система оповещения, система быстрого реагирования и насколько люди готовы действовать в нестандартной ситуации? Отвечая на ваш вопрос, я, наверное, остановлюсь на первоочередном исходном, откуда это пошло «Единый день безопасности». Это, значит, было постановление правительства, и это впервые проводилось в республике и в нашей области, конечно же, тоже. И мы обратили внимание на то, что есть элементарные вещи, которые нашим людям необходимо, наверное, знать. К примеру, часто мы по городу слышим, что срабатывает звуковая сирена системы оповещения. Немногие люди знают, что в этот период нужно делать. А нужно что-то делать? Конечно. Я почему хочу сказать, что необходимо включить радиоприемники, телевизор, где будет указана информация, почему произошла, будем говорить, сработала система оповещения. То есть, вещи элементарные, но немногие это знают. И для примера могу сказать, что вот этот «Единый день безопасности» направлен на то, чтобы информировать людей, будем говорить, в каждом своем направлении. Энергетический и газовый надзор, они проводят свои мероприятия. Вообще были задействованы, наверное, все, кто только у нас в Гомельской области, государственные органы управления, это и профсоюзы, и Красный крест, и все, будем говорить, заинтересованные в том, чтобы наша область развивалась, и было меньше чрезвычайных ситуаций. Да, все на одну общую цель, это сохранение жизни. Так в итоге вы довольны тем, как все прошло? Есть над чем вот задуматься? Мы довольны, что это прошло, но есть над чем задуматься. Довольны, что прошло. Да. Но есть над чем задуматься, потому что мы увидели, где есть недоработки. Наверное, над этим нужно еще уделить этому больше внимания. Конечно же, руководители предприятий в очередной раз, будем говорить, эти «Единые дни безопасности» подтолкнули к тому, чтобы они обратили внимание на то, что есть недостатки, будем говорить, на наших предприятиях. Ну и каждый человек, наверное, в первую очередь о собственной безопасности задумался, о том, знает ли он, где пути эвакуации в том здании производственном, где он работает. Знает ли он, как оказать первую помощь вдруг, если это придется делать. Ну и вообще, как действовать, если… Или как пользоваться огнетушителем. Вот как пользоваться огнетушителем, это после урока ВБЖ, наверное, все сразу же и забывают. Сергей Анатольевич, а вы оказывались сами в экстремальной ситуации? В экстремальной ситуации, конечно же, как и любой спасатель, работник МЧС, я оказывался. То есть ничего, наверное, сверхъестественного в этом нету, поэтому на чем-то остановиться не смогу. Ну это просто моя работа. А сотруднику МЧС бывает страшно на работе? Страшно бывает, наверное, потом, когда уже все происходит. А в момент, когда от тебя ждут помощи люди, страшно не бывает. Просто над этим не задумываешься. Задумываешься, когда уже проходит какой-то период, этап, и ты понимаешь, что могло бы быть. А в этот момент не думаешь. В принципе, все работники органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, это немножко, наверное, так сказать, одержимые и которые... Это не только работа, а и образ жизни. Случайных людей у вас не бывает, конечно же. И помимо службы есть еще одна очень важная составляющая, это спорт. Потому что поддерживать себя нужно в форме, потому что, ну, если сам ты ни на что не способен и о себе позаботиться в том числе, то чего же от тебя ожидать, какой помощи ожидать другим. Насколько успешно этот год прошел для областного управления в плане спортивных достижений? Обязательно у нас в Гомельском областном управлении, как и во всех подразделениях республики, обязательно сдачу нормативов это один раз в месяц. Проводится Спартакеада в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Гомельская область по результатам Спартакеады занимает третье место во всей республике. Я скажу, уверенно занимает, потому что и в прошлом году мы находились, будем говорить, на этой же позиции. И очень много у нас людей, которые занимаются легкой атлетикой. Мы первые в республике. Мы также по пожарному многоборью первые. По поднятию на 18 этаж. Это как один из элементов у нас, будем говорить. И очень много, хочу сказать, пожарно-спортивных соревнований проводятся в Гомельской области. Сергей Анатольевич, и в завершение нашей беседы, резюмируя все сказанное ранее, что самое главное, что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям накануне новогодних праздников? Накануне новогодних праздников я хочу пожелать нашим телезрителям, конечно же, безопасного Нового года. Счастья, здоровья, успехов, всех благ с праздниками. Ну вот, сезон новогодних поздравлений на канале Беларусь4 открыт. Спасибо вам огромное за сегодняшний диалог. Спокойных, радостных праздников областному управлению МЧС. Только приятных эмоций. Спасибо. Начальник Гомельского областного управления МЧС Сергей Дичковский был сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание и до встречи уже в новом году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова